Чтобы не было беды. Пожар – это несчастье, которое случается, казалось бы, неожиданно, но у него практически всегда есть причина, которой можно было не допускать. Количество пожаров за этот год снизилось, к сожалению, незначительно. По состоянию на 21 октября в городских округах Щелково, Лосино-Петровский и Фрязино было зарегистрировано 535 пожаров, в аналогичном периоде прошлого года – 573. В этом году было 10 случаев гибели людей и 7 случаев травм. В 2020 году этот печальный счет был почти таким же – 6 погибших и 8 травмированных. С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода наиболее вероятные причины пожаров связаны с неправильной эксплуатацией, нарушением монтажа таких газовых, печных и электронагревательных приборов. Нам рассказали, что частой причиной пожара может быть самая обычная домашняя печь. Что важно, печи требуют регулярного осмотра дымохода на наличие тяги и отсутствие трещин. Через них искры могут попадать в перекрытие на деревянные конструкции. Перед топкой должен быть притопочный лист из стали размером не менее 50 на 70 сантиметров, толщиной не менее 2 миллиметра. Запрещается растапливать печи легковоспоменяющимися горючими жидкостями, таким как керосин, бензин. Газовые и электронагревательные приборы должны быть исправными и сертифицированными, иметь маркировку РОСТЕСТ. При покупке электрических отопительных приборов отдавайте предпочтение тем, которые имеют устройство автоматического отключения. Следует электрический обогревательный прибор располагать таким образом, чтобы горючие предметы располагались не менее чем 1 метр от самого обогревателя. Нередко причиной пожара могут быть оставленные без присмотра дети. Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они следили за времяпрепровождением своих детей, дабы избежать каких-то возможных, не дай бог, жертв в случае возникновения пожара. Разговаривайте, общайтесь с детьми. Научили детей читать, научите и правилам пожарной безопасности. Сотрудники МЧС напоминают, пренебрегая элементарными правилами пожарной безопасности, мы рискуем своим здоровьем и жизнью. И каждому из нас нужно помнить номер телефона 112, по которому можно звонить, если случится беда. Сотрудники МЧС напоминают, пренебрегая элементарными правилами пожарной безопасности. Продолжение следует... Продолжение следует...